Доклад 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 Документирование кода О некоторых приемах, которые мы используем для того, чтобы его делать Второе – это советы по именованию классов и переменных И третье – это использование массивов и перечислений Там будут такие практические примеры из опыта То есть, которые покажут, как мы это делаем Сразу скажу, что здесь будут примеры кода Код будет на C++ Если вы не знаете C++, не расстраивайтесь Вам погромче, да? Вам все равно будет понятно Но пришлось выбрать какой-то язык Я выбрал то, что мне ближе Вот К примерам с кодом тоже я прошу относиться так снисходительно Обычно в презентации код читать тяжеловато Но у меня он будет максимально сокращен и подсвечен То есть, какие-то интересные места будут выделены розовым цветом Итак Перейдем уже, собственно, к мат-части Документирование кода Из чего оно состоит? Ну, конечно, это написание специальных документов То есть, какие-то такие серьезные труды Которые пишут или технические писатели, или программисты Делается это обычно на каких-то серьезных проектах На тех проектах, на которых я работал, это не делалось Ну, и как практика показывает, на маленьких проектах этого делать и не надо Программисты читают это редко То есть, там, 50 страниц перед тем, как начинать проект Человеку не хочется читать Он, как правило, хочет что-то там посмотреть Услышать пару ободряющих слов и приступить Вот, поэтому про специальные документы мы говорить не будем Дальше идет использование соглашений Вот это очень-очень-очень важный аспект Соглашения бывают разными Чуть-чуть дальше я там затрону, что к ним относится Написание комментариев Ну, всем знакомо, тоже будет несколько слов об этом Название классов переменных методов и констант То есть, вот сами по себе названия Это тоже часть документации Это достаточно важная часть И об этом тоже поговорим И использование архитектурных схем Я тоже дальше покажу, как это делаем мы Сразу скажу, что если у вас по ходу моего доклада возникают вопросы Можете прямо меня перебить и спросить Можете не ждать микрофона Я повторю ваш вопрос слух, чтобы Ну, это осталось в записи Вот, поэтому не стесняйтесь Лучше решить ваш вопрос сразу Итак, про соглашения Ну, касательно соглашений Можно встретить такой термин, как гайдлайн Гайдлайн – это требования, советы и рекомендации Могут быть гайдлайны внутри компании Могут быть какие-то общие по отрасли гайдлайны Кто работал, например, с гайдлайнами Google Знает, что есть там разнообразные гайдлайны от Google То есть, гайдлайн по написанию кода на C++ Гайдлайн по разработке для мобильных платформ Есть гайдлайны от Apple Там по написанию кода на Objective-C По использованию там разнообразных их технологий На каждую есть гайдлайн В общем, это очень-очень хорошо Это такие, наверное, самые формальные соглашения, которые есть И если вы работаете с какой-то технологией Или с каким-то языком То, в общем, можете ознакомиться с этими гайдлайнами И это будет вам полезно Если вы разрабатываете гайдлайны для своей компании Можете почитать гайдлайны от известных компаний То есть, когда мы начинали писать на C++ Мы почитали гайдлайн от Google Посмотрели, какие пункты они там затрагивают То есть, какие вопросы их волновали Это очень-очень хорошо Потому что вы сами будете нарабатывать это в течение 10 лет И, может быть, только через 10 лет придете к тому Что, а, блин, стоило предусмотреть вот это А ребята там уже это предусмотрели Вам не обязательно брать себе это Но вы можете посмотреть, на что они обратили внимание Может быть, нам тоже стоит на это обратить внимание И соглашения могут касаться, в общем, разных аспектов Очень разных аспектов Которые возникают во время разработки То есть, это когда и как писать комментарии Как называть классы Как рисовать архитектурные схемы Как группировать коды и так далее На самом деле, можно договориться обо всем подряд Итак, уже первый совет о группировке строк кода То есть, вот это вот такое мини-соглашение, которое мы используем Здесь приведен пример кода Можете, в общем, с ним ознакомиться Есть метод какой-то CreateHuman Который создает объект Human В нем есть три таких части Это создание головы, создание тела и создание человека Сейчас я покажу, какая группировка здесь использована Смотрите, здесь есть три комментарии Которые группируют три блока кода То есть, ну, я назвал это группировкой комментариями Если вы уже знакомы с этим, ну, с таким приемом То, глядя на этот код, вы сразу увидите Что вот с помощью комментариев здесь четко выделены три блока кода Скорее всего, они примерно равноправными И уже можно в голове какую-то структуру построить Далее, группировка пустыми строками Они отделяют между собой блоки кода И какие-то такие логические части внутри блока Группировку пустыми строками не стоит, как бы, ей злоупотреблять Потому что код ваш может превратиться в такую прореженную последовательность строк кода То есть, после каждой строки будет пустая строка Я такое встречал, как правило, у студентов это встречается То есть, когда они не совсем понимают, где пустые строки нужны, где не нужны Если вы используете их грамотно, то, читая ваш код, человек может понять Ну вот, а здесь вот это сгруппировано, наверное, здесь делается что-то одно и то же А здесь нет, значит, здесь делается что-то немножко другое И сейчас же я поясню, почему это документирование То есть, вот это вот, это уже документирование кода Потому что, если я знаком с вот этим соглашением То я уже, вот глядя на ваш код, буду как-то понимать, что вы сюда вкладывали То есть, вы вот таким образом даете дополнительное пояснение к своему коду Ну и третья, самая важная, наверное, вещь Это группировка операторными скобками Вот посмотрите, два блока, создание головы и создание тела Они выделены операторными скобками Причем там нет ни цикла, ни if, а просто операторные скобки Это очень, ну, неплохой такой прием Во-первых, он выделяет ваш блок кода Он сдвигает его вправо за счет того, что, ну, это, как бы, вложенный блок кода И он прячет внутренние переменные от следующего блока кода То есть, таким образом, IntelliSense вам не будет выдавать какие-то лишние переменные Уменьшится вероятность ошибки Ну и код станет читать легче Вот, злоупотреблять этим тоже не стоит Потому что это дополнительные строки кода Это немножко растягивает ваш код Ну вот в данном случае, там, у нас строчек где-то с 20 И четыре строчки заняты операторными скобками Но код стал объективно более читабельным Вот, и сопровождать его тоже станет проще Потому что, ну, если вы будете вносить потом изменения в какой-то из блоков То ошибиться будет несколько сложнее Потому что все-таки какие-то переменные спрятаны внутри другого блока То, что вынесено за пределы блока Например, вот в разделе создания головы Там head вынесено То есть, таким образом, мы документируем, что внутри этого блока Будет, ну, скорее всего, создание head То есть, я, глядя на это, уже точно понимаю, что это будет создание head Вот эта надпись head равно null Мне однозначно говорит, что внутри будет создана голова Даже мне не нужно читать Или там body равно null Вот, это тоже своеобразное документирование И, ну, вот этим тоже можно пользоваться Дальше Группировать можно не только строки кода внутри одного метода Но и сами методы Мы используем на C++ и Objective-C Группировку специальной конструкции PragmaMark Она входит в стандарт C++ И в стандарт Objective-C И в стандарт C тоже Позволяет вам размечать ваши методы И как-то их группировать Здесь три блока методов представлены Это construct-distract, properties, public methods Ну, это то, как делаем мы Вы можете делать это немножко по-другому Вот, но на самом деле это очень полезно Потому что, опять же, вы будете знать, где в какой части вашего файла Находится нужный вам метод Если писал это другой человек, который использует те же самые соглашения То вы примерно будете представлять Там в первой, второй или третьей документы Находится нужный вам метод Не стоит вводить слишком много вот этих вот блоков То есть на каждый метод заводить отдельный блок Потому что тогда потеряется смысл То есть каждый метод, по сути, будет сопровожден Каким-то дополнительным названием Это всего лишь увеличит размер вашего файла То есть лучше группировать так более или менее В такие большие группы Например, там, ну, пять блоков будет вполне достаточно На один файл Прагмамарк умеет распознаваться самой IDE-шкой И если IDE это поддерживает То в списке методов, которые выдаются IDE-шкой Прагмамарки будут выделены специальными такими жирными сроками То есть комментарии так не распознаются Прагмамарки распознаются Для подсветки внутри текста Но еще если IDE поддерживает, вы увидите это в выпадающей менюшечке Ну и от комментариев это все-таки действительно будет отличаться подсветкой Это уже сам по себе немаленький плюс То есть это будет выделено как директива компилятора Если вы научитесь это распознавать, то это будет проще Можете использовать комментарии, если вам удобно Далее, написание комментариев Комментарии люди пишут разные Неопытные программисты пишут их, где попало Опытные пишут очень-очень нечасто, но, как правило, в точку Комментарии можно, конечно, написать по-разному И сейчас я немножко расскажу, как мы это пишем На этом примере показано, как комментарий какой-то лишний То есть действительно это происходит часто Даже фреймворки от каких-то таких более или менее известных разработчиков Часто сопровождены абсолютно абсурдными комментариями То есть когда ты смотришь на метод, тебя интересует там один-два вопроса И они не отражены в комментарии Хотелось бы, чтобы были отображены Итак, мы пишем комментарии к блокам кода для группировки Это то, что я уже показывал К интерфейсу классов или методов, то я покажу дальше К частям сложного алгоритма для пояснения хода вычислений Это, на мой взгляд, единственный случай, когда нужно писать комментарии Внутри исполняемого кода, а не к интерфейсу То есть в других случаях комментарии писать не нужно Лучше документировать свой код именами переменных и классов В случае сложного алгоритма иногда нужно пояснить Типа здесь происходит то-то, 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 примерно Чтобы человек более быстро смог понять ваш код Ну и к неочевидным срокам кода Это, как правило, для вас может быть такой нотификацией Что вы что-то делаете не так Если вы пишете комментарии, потом начинаете расписывать Как вы там что-то там нафигачили То, скорее всего, вы плохо это сделали Лучше переписать Здесь нужно понять, вы писали сложный алгоритм Или простой алгоритм, но написали его неочевидно Если это простой алгоритм, вы пытаетесь написать к нему комментарий Перепишите свой код Можете себя на этом просто ловить Научитесь, будете писать код лучше Итак, комментарии к интерфейсу Вот здесь вот приведен пример трех комментариев В общем, здесь есть класс human И у него есть два метода Move и Stop Сверху комментарий к имени класса Примерно поясняет, что это такое И комментарий к методам тоже поясняет, что делает этот метод Ну, в общем, все понятно Смотрите, что здесь документировано То есть слева это все тот же самый блок кода Что вы могли на него смотреть Справа пояснение Ну, во-первых, использована аннотация JavaDoc Это известная аннотация для документирования кода По ней можно генерировать автоматически Ну, различного рода уже документы Типа, например, веб-страницы, в которых каждый класс будет гиперссылкой Отдельной страницей, на которую можно будет перейти И посмотреть, из чего он состоит Синтаксис у него достаточно приятный, читабельный К нему, когда привыкаешь, очень-очень неплохо так смотрится Мы комментируем сам класс, используя Описывая, что это такое, для чего нужно и как им пользоваться Ну, заметьте, тут не очень большой комментарий Не нужно раздувать комментарий на целую страницу Его никто не будет читать То есть напишите столько, сколько вы сами бы прочитали Как правило, стоит стараться быть кратким Потому что вы, потратив время на формулирование своих мыслей Вот как-то их сократить Вы сэкономите время тому, кто будет это потом читать Даже самим себе То есть лучше 10 минут лишних подумать над классом Может быть, даже вы какие-то ошибки свои исправите Но сформулируйте это точно и кратко Чем напишите целую простыню комментария Которую никто не будет читать То же самое касается комментариев к методам Комментируется, как правило, паблик методы класса То есть это то, чем будут работать другие программисты И вы сами там извне этого класса Ну, и комментарий тоже достаточно краткий Он должен написать, что делает этот метод Некоторые методы документировать на самом деле и не надо Если метод там сам за себя говорит Вот Если вы при написании комментария Начинаете думать там Вот сейчас я тут напишу, как у меня там все круто происходит Сколько там всего сложного И начинаете писать простыню кода То, скорее всего, ваш метод тоже неправильно спроектирован Это другой маркер для себя То есть если вам нужно слишком-слишко много написать Чтобы описать, что происходит в методе То перепишите метод Вот Ну, комментарии их сложно писать первые пару раз Когда привыкаешь, это проще и проще Там через пару месяцев будет уже совсем легко Комментарии лучше писать перед тем, как реализовать сам метод Потому что это помогает вам лучше понять, что вы собираетесь делать Ну и, как правило, помогает исправить ошибки Я уже не раз и не десяток раз сталкивался с тем, что человек сидит, пишет комментарий И говорит, ой, так у меня же тут не то И начинает переписывать там или метод, или класс Действительно так бывает Ну и еще раз заострю внимание Если вы не можете сформулировать комментарий То ваш метод, скорее всего, написан неправильно То есть перепишите метод и напишите заново комментарий Это поможет вам лучше проектировать Это на самом деле шаг в сторону архитектора То есть вот такое понимание своего кода Это действительно такой шаг технического развития своего Так, второй аспект, на котором мы остановимся Это именование Касательно именования Я расскажу о трех приемах, которые мы используем Это использование префиксов к именам классов Группирование имени класса с помощью специального слова И группирование имени переменной с помощью специального слова Так называемого группирующего слова Итак, префиксы к именам классов. У нас на софтеке мы используем вот такой вот пятибуквенный префикс. Он состоит из двух частей. Первые две буквы ZG – это закодированное название компании ZGames. И следующие три буквы – это закодированное название проекта. В данном случае Atari Pong Challenge. Здесь это сокращение аббревиатура от названия проекта. Если у вас проект называется одним словом, можете как-то просто сократить это слово. Не обязательно использовать пятибуквенные префиксы, можете использовать и меньше, и больше, как вам удобно. Но, в общем, это достаточно удобно. То есть вначале мне было очень непривычно и неприятно смотреть на это, потому что казалось, что вот у меня имя класса 5 букв, а я еще 5 букв к нему добавил. Но оказалось, что эти 5 букв префиксы, они через какое-то время перестают замечаться. Но очень важное преимущество, которое они вам дают, это то, что глядя на префикс, вы можете понять, к какому проекту относится ваш класс. Вот сейчас даже, когда я писал лабораторные работы для своих друзей, я уже использовал эти префиксы автоматом. То есть, потому что, когда я пишу 6 лабораторных работ, мне проще в них ориентироваться, если у них разные префиксы. Ну, это действительно удобно. Помимо этого, бывает так, что внутри одного проекта у вас есть несколько больших частей. И в этих частях, если будут разные префиксы, то вы даже работая над одним и тем же кодом сможете понимать, вот это вот относится к этому, это к этому. Это тоже достаточно удобно. Ну, конечно, тут маленькое неудобство с тем, что код становится больше из-за вот этих префиксов, она остается, но от него не денешься никуда. Группирующее слово в имени класса. Ну, это тоже такой интересный момент. Этим пользуются, на мой взгляд, очень-очень редко. Я очень мало где видел вот такой вот прием, но он удобен, можете его попробовать. Ну, смотрите, допустим, нам нужно написать 4 класса. Это human, human sign, human move state и human stop state. Ну, то есть human – человек, human sign – это какой-то знак человека, human move state – это класс, который обозначает состояние движения человека, и human stop state – класс, который обозначает состояние человека, стоящего на месте. Итак, можно назвать это по-разному. Ну, вот обратите внимание на название стейтов. Слева это human move state и human stop state. Справа это human state move, human state stop. То есть по правилам английского языка было бы правильнее называть так, как слева. Но по правилам программирования, по правилам логики и удобства лучше называть так, как справа. Потому что визуально, глядя на вот эти вот классы human state, вы будете понимать, что это относится к одному и тому же. Более того, интеллисенс будет это понимать и подсказывать вам там по запросу human st. Он будет выбрасывать вам все стейты, которые есть. И файловая система будет располагать эти файлы подряд. То есть, например, если вам нужно будет закоммитить это на svn или запаковать в архив, они будут рядом. Вы выделите там блок методов, точнее блок классов, и сможете их вместе обработать. Ну и когда у вас объявляются переменные этих типов, они тоже будут визуально очень-очень хорошо читаться. Вы будете видеть только там слова move и stop, которые их, собственно, отличают. Все остальное вы будете глазами отбрасывать. Попробуйте, может быть, вам тоже будет полезно. Нам это очень полезно. Так, и группирующее слово в имени переменной. Ну, здесь коснемся немножко венгерской аннотации. Сама в себе венгерская аннотация была разработана в компании Microsoft уже достаточно давно. Одним программистом из Венгрии, который в своем коде стал использовать префиксы. Для переменных, там у него было два типа координат, целочисленные и дробные. И он для целочисленных координат использовал префикс i, а для дробных префикс f, для того, чтобы различить, какие там переменные у него какие. Ну и в Microsoft эту идею восприняли, им она понравилась, они решили ее использовать везде, но немножко сделали ошибку. Они решили, что нужно привязывать префикс к типу. Ну и появилось вот это вот, префиксы dv, то есть double word int, i, и byte b и так далее. Там появились какие-то совершенно монстроидные префиксы, там из пяти, из шести букв, которые на самом-то деле никому не нужны. И я уверен, что программист из Венгрии тоже считал, что это неправильно, потому что он не стремился подчеркнуть тип переменной, он стремился разделить контексты. То есть он хотел разделить контекст своей работы на как бы две части, это целочисленные переменные и дробные переменные, и не путаться с ними, а совсем не разделять типы. То есть вот я вам приведу пример, как правильнее привязывать переменные к контексту. То есть если у нас есть контекст, в котором нужно разделить животных и людей, то для того, что касается животных, мы будем использовать префикс animal, вот тут как снизу, да, для того, что касается людей, мы будем использовать префикс human. Вот это вот правильное использование венгерской аннотации. Ну, human можно сократить, то есть писать h, m, n или h, или как угодно, но вот это вот группирующее слово, оно поможет вам понимать, к чему относится ваше переменное. Вот это вот действительно правильное использование венгерской аннотации, ну и так считают многие авторы, которые пишут в интернете. Тоже советую вам этим пользоваться, код станет лучше. И архитектурная схема. Вот здесь вот приведена архитектурная схема, которую рисовали мы у нас для одного из наших проектов. То есть что такое архитектурная схема? Это какая-то, ну, типа блок-схема, на самом деле не совсем блок-схема, на которой нарисованы ваши классы, связи между ними, может быть, объекты связями между ними. О чем стоит сказать? Что здесь схема нарисована руками. Вот смотрите, мы рисуем на листиках или на доске. Вот она нарисована на уайтборде и сфотографирована потом. Нарисована синим маркером, на ней видно одна часть более темная, другая более светлая, но это не мешает ее читать. Вот смотрите, вопрос о том, почему мы не используем Enterprise Architecture. Мы не используем, потому что на белой доске нет Enterprise Architecture. То есть мы проектируем на белой доске, нам удобно рисовать маркером, там, когда полет фантазии. Мы не собираемся садиться за один компьютер вчетвером и лезть в клавиатуре и там рисовать, что нам нужно. Все-таки быстрее, оказывается, делать так. То есть пока нету таких планшетов, таких экранов, которые позволили бы делать то же самое так же быстро, как и ручкой. То есть быстренько стереть, перерисовать, там, подрисовать немножечко больше места своему классу. В Enterprise Architecture это сделать нельзя. Может быть и можно, но для этого нужно там потратить год времени. У нас этого времени нет. Поэтому, на самом деле, ничего не теряя, мы, я сейчас поясню, мы немножко задержимся на 15 минут. То есть после моего доклада это договорено с организаторами и с следующим докладчиком. Итак, мы рисуем на доске или на листиках. Мы фотографируем это с листика или с доски, храним эти фотографии на SVN, прямо рядом с проектом. Если нужно потом разобраться с проектом, мы эти фотографии выкачиваем. Схемы распечатываем, если нужно, на них ручками можно сделать пометки. То есть обычно проходит митинг с командой, мы делаем вот эту архитектуру, потом фотографируем, там, допустим, пять фотографий каждой схемы. Выбираем лучшую фотографию, вырезаем в ней, там, действительно то, что нужно, остальное выбрасываем. То есть вырезаем, там, доску, как бы то, что там вовне попало, какие-то люди, которые ходят. Вот. И, там, лучшую фотографию оставляем. И, может быть, ее распечатываем, если нужно прямо сейчас в ней работать. То есть раскопили на всю команду, раздали, они там делают какие-то пометки, которые им надо. Ну, и используем такие нотации, как UML, диаграмма классов, и OMT, Object Modeling Technic. Она описана в книге по паттернам, известная книга по паттернам от «Банды четырех». То есть можете там в приложении посмотреть. Ну, вот здесь вот она прямо и использована. Стоит сказать, что, ну, это реально очень удобно. У нас в компании это делают не все, но наша команда делает, и это нам помогает. Этой технике я прочитал в книге Макконнелла, ну, именно технике фотографирования с доски. То есть Стив Макконнелл, известный программист, специалист, он сказал, что фотографируйте. То есть не старайтесь чертить эти схемы там в каком-то средстве, потому что вы перестанете это делать. Это неинтересно, это скучно, занимает много времени. Фотографируйте там то, что вы нарисовали, и этого будет достаточно. Действительно, оказалось, что достаточно. И третий уже наш такой более практический блок – это использование массивов и перечислений. Вот смотрите, я покажу блок кода, в котором, ну, как бы должен сделать следующее. Метод StopAndMove. В него передается три объекта человека, он должен остановить каждого и переместить их всех в одну точку. Ну, смотрите, слева берется первый человек, останавливается, перемещается. Второй останавливается, перемещается. Третий останавливается, перемещается. И справа мы берем, укладываем всех этих людей в массив и проходим по этому массиву. Ну, казалось бы, очевидная вещь – дублирование кода избегается, количество строк кода меньше, но это не всегда делается. То есть стоит обратить внимание, что массив не пришел. Вам пришли отдельные объекты, вы сами уложили их в массив. То есть вот это вот то, что вы должны были сделать. Вы уложили их в массив и потом обработали их как массив. Если вы это используете хорошо, если не используете, то лучше используйте. Вопрос в том, если move надо каждому человеку сделать со своими параметрами. Это делается следующим образом. Вместе с массивом людей появляется массив координат. То есть типа destination, например. И в каждом для первого человека свои координаты, для второго – свои, для третьего – свои. И мы то же самое в цикле делаем. Почему функцию не сделали? Почему функцию не сделали? Для чего? Чтобы координаты избежали с дублирования массива. Вы имеете в виду, что вы хотите в объект human занести координаты, в которые он должен переместиться? Не всегда это получается. То есть иногда человек не должен знать, куда он движется. Если он должен знать, то, конечно, можно. А бывает такое, что, например, вы кликнули в экран, и вот в это место нужно переместить всех людей. Ну, тогда все-таки придется не хранить. Ну, или, например, вы размещаете картинки на экране, и каждая картинка должна быть размещена в своем месте. Но у них, например, у каждой картинки 10 строк кода инициализации, и отличаются они только тем, куда она должна быть помещена, эта картинка. Вы можете координаты внести в массив, и потом все это сделать в цикле. Ну, это действительно будет быстро и удобно. То есть таким образом мы сворачиваем наш алгоритм в массив, избегаем дублирования кода, и улучшаем сопровождаемость кода, что, в общем, неплохо. То есть это имеет смысл делать, если есть последовательные блоки кода, которые делают одинаковые операции над объектами. Это позволяет масштабировать код. То есть если объекта станет больше, чем 3, то вам, в общем, чего не нужно будет делать, кроме как увеличить размер массива. То есть код дополнительно дописывать не надо будет. И в этом есть маленький минус. В высокопроизводительном коде, может быть, делать это не стоит, если это действительно высокопроизводительный код, потому что каждый следующий IF, а в цикле, каждый проход цикла – это IF, проверка на то, не нужно ли выйти из цикла, он все-таки стоит какого-то процессорного времени. Ну, эти ситуации – это, может быть, 1% от всех ситуаций. И если вы не уверены, производительный у вас код или нет, то, скорее всего, он не высокопроизводительный. Второй пример будет касаться перечислений. Смотрите, есть человечек, который находится на поле, состоящем из квадратных клеток. То есть есть два класса. Это cell, который обозначает клетку поля, и human, то есть человечек, который движется по этим клеткам. У класса cell есть 4 метода – получить соседа сверху, справа, снизу и слева. И у класса human есть 3 метода – получить текущую ячейку, спросить у него, может ли он переместиться в такую-то ячейку, и переместить его в такую-то ячейку. Представьте себе, что нужно в цикле перебрать всех соседей текущей ячейки, вернее, не в цикле, а просто перебрать всех соседей текущей ячейки, и спросить человека, может ли он туда переместиться, если может, то переместить. Вот в случае такого вот интерфейса, как здесь, вот такого интерфейса, мы можем сделать это вот так вот. То есть это будет последовательные 4, вложенные друг в друга, ну, вложенные ифа. То есть мы берем первую ячейку, первого соседа, вторую, третью, четвертую. Получается много однотипного кода, который на первый взгляд в массив не сворачивается. Ну, на самом-то деле очень-очень легко сворачивается. То есть мы объявляем массив direction, немножко меняем класс cell, то есть direction перечисляет 4 направления вправо, вверх, вправо, вниз и влево. У cell остается один метод, получить соседа в таком-то направлении, и human остается таким же. И в этом случае мы делаем это теперь уже в цикле с использованием итерирования по direction. То есть берем direction от up до left, получаем соседа с нужной стороны, и если можем туда переместиться, то перемещаемся и выходим из цикла. Все, в принципе, просто. Вот таким вот образом можно сворачивать абсолютно разнообразные алгоритмы. Если вы видите однотипный код, то его можно свернуть перечислением. Просто подумайте, как это сделать. В этом вот примере, посмотрите, здесь вот есть маленький недостаток. Мы явно используем элемент перечисления первый и элемент перечисления последний. То есть мы как будто знаем, а как там наше перечисление построено. Вот здесь, видите. Но на самом деле лучше этого не делать, потому что в какой-то момент может перетусоваться перечисление, и окажется, что ваш цикл перестанет работать, вам нужно будет все вот такие циклы переписывать. Для того, чтобы избегать таких ситуаций, мы используем специальные макросы для того, чтобы создавать итераторы по перечислениям. Смотрите, здесь есть макрос для первого элемента, для последнего элемента, для количества элементов, для элемента маркера окончания, то есть это элемент за последним, для того, чтобы определить окончание итерирования, и макрос для получения следующего элемента. Ну, можете этот код там особо не запоминать, он есть в интернете, на сайте iDevBy, и я в статье это описывал. Ну, теперь смотрите, каким становится наш код. То есть теперь мы, используя красивые макросы, перечисляемся по нашему перечислению и явно не указываем, какой из них первый, какой последний. Теперь наше перечисление можно поменять, и циклы продолжат работать, потому что макросы сделают работу за вас. Итак, и еще один пример, что если нам нельзя менять наше перечисление, то есть direction должен остаться как был, вверх, вправо, вниз, влево, и не трогать его, но в данном конкретном случае нужно в другом порядке обойти соседей. Ну, например, нужно сначала проверить соседа слева, потом снизу, потом справа, потом сверху. Используем массив и делаем все то же самое. То есть смотрите, массив указывает, в каком порядке нам нужно обойти направление. Здесь использован макрос decount, который был до этого. Тоже очень хорошо, потому что если бы здесь мы использовали 4, это было бы немножко хуже, такое магическое число, то есть откуда взялось 4. А decount говорит, что это количество направлений. Ну и итерируемся по intu, берем направление из массива и дальше то же самое блоккода. То есть массив просто помог нам перетусовать наше направление. Да? А вот эти макросы для прохода по инаму, а если у меня... Ну, во-первых, где они описываются? Если у меня есть два инама, то как они там... Хорошо, я понял вопрос. Если есть два инама, то... Ну, во-первых, где описаны эти макросы, и во-вторых, что делать, если есть два инама? Смотрите, макросы описываются в том же файле, где и сам инам. Мы вообще все инамы в отдельных файлах описываем. То есть вот класс, там, инам direction, мы считаем его отдельным типом, он будет описан в файле, там, zg.apc.direction. Вот, и будет называться zg.apc.direction. Вот. И макросы вот эти вот, которые мы делаем, у них есть префикс тоже, буквенный d. То есть d – это значит direction. Если у нас будет еще инам, например, там, не знаю, type, то будет префикс t. Ну, в нашем случае все-таки префиксы длиннее. Мы используем двух- или трехбуквенные префиксы, чтобы не было коллизий в именах. Ну, вот с помощью префиксов мы разделяем, какие макросы относятся к одному инаму, какие к другому. Ответил? Хорошо. Еще есть вопросы вот по этому? Хорошо. Ну, и все, в общем-то. Теперь есть ли ваши вопросы, в общем, по моему докладу. Да. Вот еще вы предлагали блоки кода использовать в начале. Да. Я правильно понимаю, что вы не предлагали выносить это в отдельный метод, это просто, чтобы не выносить конкуренты? Да, я понял вопрос. То есть я показывал, что можно использовать блоки кода, чтобы выделять код. Но не выносить их в отдельные методы. То есть вот это вот. Выносить или использовать блоки. То есть смотрите, метод стоит создавать, когда у вас есть какая-то отдельная задача или когда у вас есть очень большая задача, ее нужно раздробить. В случае, если задача занимает 20 строк кода, и она в общем целостная, то дробить ее на отдельные методы в принципе глупо, потому что читать будет тяжелее. Я тоже столкнулся с такой задачей, с такой проблемой. В моей команде был человек, который маниакально разбивал все на методы. То есть я предпочитал использовать простыню кода на два экрана, если этот код однотипный. В нем просто, например, создается 20 объектов, но каждый по-своему, а не создавать 20 методов на каждый объект. Потому что читать этот код становится сложнее. когда это 20 метров, тебе нужно посмотреть, ага, здесь создается такой-то объект, перейти в этот метод, посмотреть, ясно. Здесь создается такой-то объект, перейти в этот метод, ясно. Вот когда код однотипный, ну, в принципе, не стоит его бить. Пусть будет простыня однотипного кода, но вам проще будет его читать. Если код уже разный, то здесь делается вот это под такой-то схеме, а здесь вот это под такой-то схеме, и лучше это все рассматривать по отдельности, тогда нужно бить. Вот блоки кода вот такие вот стоит использовать, когда у вас код, в принципе, однотипный, Ну, хочется как-то его вот выделить, то есть отделить там что-то от чего-то. Еще что-нибудь? Да. Вопрос. Вы рассказывали о том, как раздавать код, чтобы был более читаемый. То есть, скажите, в разных компаниях применяют разные методы? Да, я понял. И это существует единственный такой? Да, я понял ваш вопрос. То есть существует ли какая-то единая схема разбивки кода, или в каждой компании это делают по-разному? В каждой компании делают по-разному, и в каждой команде даже делают по-разному. Даже внутри одной команды люди могут делать по-разному. Потому что, мне кажется, никто не написал вот такого серьезного труда, в который бы все поверили. Есть множество разных технологий, в каждой есть свои устоявшиеся там схемы, там, не знаю, какие-то паттерны, вот разбивки кода. И, наверное, это даже оправдано, потому что, например, написание кода на C, оно подразумевает там одно отношение, а написание кода на Java – другое отношение. Ну, и документировать этот код одинаково не получится. Вот. Но, с другой стороны, в рамках, например, C++ можно было бы выработать какую-то единую концепцию, то есть давайте писать так. Наверное, этого не сделали, потому что, когда разрабатывался C++, об этом не думали. Думали о других вещах, там, как нам создать классы, как нам создать объекты, как нам решить проблему генерализации, типа шаблоны придумать. А вот про такие вещи, которые сказываются в какой-то другой перспективе, не подумали. Ну, вот оказалось, что, в общем-то, сейчас мы пришли к проблеме. Насколько я знаю, в современных языках, там, в питоне, в рубе, это уже продумывается. То есть разработчики языков думают, а как нам сделать язык более понятным, там, уменьшить свободу программистов в том, каким образом они могут написать свой код, чтобы люди в идеале писали код одинаково, и один человек мог посмотреть на код другой человек, как будто бы он сам это писал. Спасибо за вопрос. Еще что-нибудь? Да, слушаю. Вопрос такой, как сгенерировать документацию для PHP? К сожалению, не сталкивался, я никогда не писал на PHP. Да, JavaDoc я рассказывал, я подозреваю, что будет работать тоже. Ну, вы попробуйте, я думаю, да. Вы в самом описании JavaDoc увидите, поддерживается или нет. Я думаю, что да. Еще что-нибудь? Ну, все, ребят, тогда всем спасибо. Если что, подходите, я буду здесь еще до конца дня. Спасибо.